Stratavarius – финская англоязычная Power Metal группа, образованная в 1984 году изначально под названием Blackwater. Пришедший в группу в 1985 году гитарист Тима Талки стал основной движущей силой в группе и сформировал звучание в стиле спидс-метал. Stratavarius стали одними из ранних исполнителей Power'а и существенно повлияли на развитие этого направления. Биография группы Stratavarius была основана в январе 1984 года в Финляндии под именем Blackwater, считаются одними из основоположников направления Power Metal. Группа прошла через множество изменений в составе и в характере исполняемой музыки, прежде чем обрела свой стиль. Основателями группы были Туома Ласила, Стефан Стрилман и Джон Ви Ерви. В 1985 году в группу пришел Тима Талки, заменив Стрилмана на месте гитариста. Изменил название группы на Stratavarius и взял на себя роль вокалиста. Талки стал движущей силой идеологом группы, осуществляя практически полный контроль над созданием песен. Он принес в звучание группы не только тяжесть рока, но и элементы неоклассического металла. В 1987 году группа разослала демозапись по различным звукозаписывающим компаниям, в итоге подписав контракт с CBS Финлянд. В 1989 году был выпущен первый альбом группы, Fright Night, сопровождаемый двумя синглами. После расставания с CBS группа претерпела несколько изменений в составе, но смогла выпустить второй альбом Stratavarius 2 на Blue Light Records. Позже альбом был переиздан как Twilight Time компанией Noise Records. В 1994 выходит третий альбом Dream Spas при участии нового басиста Ярика Эну Лайнена, который вошел в группу, когда альбом был записан уже более чем на 70%. Талки принимает решение прекратить выступать в роли вокалиста и группа приглашает нового вокалиста Тима Катипелта. Выход альбома Fort Dimension в 1995 году стал большим успехом для группы, но внутренние разногласия, особенно из-за стиля музыки, которого придерживается толки в написании песен, привели к уходу одного из основателей группы, Туо Маласила и клавишника Анти и Конина. Места ушедших музыкантов заняли соответственно немецкий барабанщик Йорк Михайли и шведский клавишник Йенес Юханссон, работавший ранее с Ингвим Альмстином. В создании своего пятого альбома Episod Stratavarius нашел наконец свое фирменное звучание и собрал сильный и разносторонний состав. Episod, вышедший в 1996 году, был большим проектом, с участием большого хуйера и струнного оркестра. Альбом стал новым серьезным успехом группы и многие фанаты считают его лучшим альбомом Stratavarius. В таком неизменном составе группа выпустила три весьма успешных альбома в течение нескольких лет. Visions в 1997 году, Destiny в 1998 году и Infinite в 2000 году. С каждым альбомом росла известность группы и армия ее поклонников. Появляются большие фан-клубы за пределами Скандинавии. Особенно популярна группа стала в Японии. В 2003 году Stratavarius выпускают свой самый эпический проект. Двойной альбом, названный Elementes. В этих двух альбомах группа достигла вершины в своем прогрессивном и симфоническом стиле пауэр-металла. Первая часть диалогии Elementes, T-1, была издана в начале 2003 года, сопровождаемая мировым турне за Elementes, T-1. Последовала вторая часть Elementes, T-2, вышедшая на том же лейбле на Clear Blast в этом же году. В конце 2003 года в группе произошел раскол. Тима Катепета и Йорк Михаэль покинули группу после очень смутно объясненного конфликта. Толки приглашает Катрейну Миска Виялу на роль вокалистки Эндерса Йохансона из группы Хаммерфолель как сессионного барабанщика. Весь остаток 2004 года был покрыт молчанием о состоянии дел в группе. Тима Толки, опубликовавший на сайте Stratavarius несколько странных заявлений, был госпитализирован и прошел курс лечения от психической болезни. В январе 2005 года было объявлено, что Stratavarius воссоединился в своем прежнем составе. В июне 2005 года Толки объявил, что басист группы Ярик Айну Лайен покинул группу по личным причинам. С тех пор и поныне бас-гитаристом Stratavarius является Лаури Порро. В сентябре 2005 года Stratavarius выпускает одноименный альбом Stratavarius. Но в то же время Stratavarius начинает большой мировой концертный тур, стартовавший в Аргентине, включивший Северную Америку, где впервые в истории группа гастролировала по США и Канаде. Они давали концерты на таких мероприятиях, как Atlantis, Prog Power и в таких известных залах, как B, B, Kings House of Blues в Нью-Йорке, Тракадера, Театр, Филадельфии. Турне также включило концерты в европейских и японских городах. В 2007 году группа начала работу над новым 12-м студийным альбомом, для которого было написано 11 треков и который планировался к выходу в январе 2008 года. Тима Толки заявил, что альбом выйдет перед массовым мировым туром. Однако альбому так и не суждено было выйти. В апреле 2008 года Тима Толки опубликовал объявление, в котором говорится, что Стратовариус прекратил свое существование. В открытом письме Толки обвинил Тима Котипелта и Йорга Михайля в частых конфликтах друг с другом и с ним самим. Он также заявил, что творчество группы зашло в тупик и превратилось в чисто коммерческое. Я отлично помню, как мы играли эти старые вещи раньше и то, как мы играли их сейчас, означало лишь то, что у группы больше нет души. Я посмотрел по сторонам и почувствовал себя частью машины и не было никаких новых ощущений, а то, что я делал, не доставляло никакой радости. Группа звучала ужасно, никто не вкладывал душу в игру. Мы играли все те же старые песни. Практически все песни, написанные Тима Толки для незаконченного альбома Стратовариус, были выпущены на альбоме Ньюэра его нового проекта Револашен Ренессанс. Остальные участники группы отреагировали ответным письмом, в котором обвинили Толки в жадности и поспешили опровергнуть заявление о распаде группы. Котипелта, Михаэль Порра и Йоханссон, подписавшиеся под письмом, собираются продолжать выступление под названием Стратовариус, на что Тима Толки дал добро, отказавшись от прав на название Тима Котипелта. Конечно, нам сейчас сложнее, чем, скажем, три года назад, когда группой заправлял мистер Толки. Он писал музыку, занимался продюсерской работой и, надо признать, был в этом очень хорош. Он решал все вопросы, трудно было лишь одно – играть с ним в одной команде. Сложный человек, у которого семь пятниц на неделе, который меняет свое мнение пять раз за три минуты. Нормально работать под его началом просто нереально. Сейчас, да, какие-то вопросы решаются сложнее, но это не так уж важно. Главное в другом. Я снова начал чувствовать вкус к жизни. Такая эйфория, как в пятнадцать лет, когда ты только начинаешь открывать для себя радости взрослой жизни, как никто другой, я понимаю. Главное – это настроение в команде, общее желание творить, энтузиазм, удовольствие, чтобы самих музыкантов перло от того, что они делают. И никакой внутренней гнили лучше не делать ничего, чем делать что-то без души. В марте 2009 года группа в обновленном составе выпустила альбом Polaris и отправилась в международное турне в его поддержку. В мае 2009 года Stratovarius выступили в Москве и Санкт-Петербурге. В начале 2011 года группа выпустила альбом Elysium. 15 сентября 2011 года на официальном сайте группы появилась информация о том, что группу из-за тяжелой болезни покидает барабанщик Йорг Михаэль, игравший с очень многими коллективами, но при этом посвятивший группе 15 лет. Прощальные концерты с Йоргом состоялись в конце 2011 года. Концертная деятельность была приостановлена в связи с поиском нового барабанщика. 22 июня 2012 года Stratovarius объявили имя нового участника группы. Им стал финский барабанщик Ролев Пилви, известный ранее по работам с Solution, 45, The Magnificent Dreamtiel. Первым студийным альбомом, записанным при участии нового барабанщика, стал Nemesis, выпуск которого состоялся 22 февраля 2013 года. 11 сентября 2015 года вышел альбом Eternal, состав группы. Текущий состав Тима Катипелта Вокал Йенс Юханссон Клавишные Матяс Купианин Гитара Лаури Пора Бас-гитара Роли в Пилви Барабаны Бывшие члены группы Туома Ласила Барабаны Джон Вейерви Бас-гитара Стефан Стрилман Гитара Тима Толки Гитара Юрки Лентонен Бас-гитара Мика Ирваскари Клавишные Антиконин Клавишные Яри Бехм Бас-гитара Яри Кайну Лайен Бас-гитара Сами Ко Памики Барабаны Андерс Юханссон Барабаны Йорк Михаэль Барабаны Катрина Миска Вияла Вокал Дискография Студийные альбомы Пи-концертные альбомы ДВД Сборники Синглы Фучер Шок Блэк Найт Брейк Зейс Уинкс оф Томорроу Патер Тайм Уилл Зе Санрайс Блэк Даймонд Зе Киз оф Джудас С.А.У.С. Хэнтинг Хэнт Лоу It's a Mystery А Миллион Лайт Ер Сауэй Игл Харт И Уолк Томи Аун Сонг Маниак Дэнс Дип Юнк Наун Дарк Схорос Анбрей Кейбл Шэнн Зе Дарк Клипы Фучер Шок Агайн Зе Уинт Блэк Даймонд Зе Киз оф Джудас С.А.У.С. А Миллион Лайт Ер Сауэй Хэнтинг Хэнт Лоу Игл Харт И Уолк Томи Аун Сонг Маниак Дэнс Дип Юнк Наун Халсион Дэйс Анбрей Кейбл Ив Зе Сторий Савер Митер Нал Дрим Шэнн Зе Дарк Кавер Эностротовариус